приветствую вас дорогие зрители мамочкиного канала сегодня я предлагаю вам связать вот такой берет который я назвала парижанка потому что моя дочь увидев меня в этом пальто и в берете сказала что я очень похожа на парижанку на самом деле это фасон такого классического французского берета современные береты это береты простого фасона без декора и хорошо держащие форму вот именно такой берет мы будем с вами и вязать берет должен гармонично вписаться ваш осенний или весенний гардероб если вы вяжете как я на этот сезон например я могла связать универсальный коричневый берет под цвет моего осеннего пальто но я решила добавить красок и связать береты в цвет моих сумок я использовала пряжу vita sapphire в две нити для молочного берета вязала крючком номер четыре и ушло у меня 150 грамм пряжи а для розового берета я использовала пряжу джинс плюс тоже вязала крючком номер четыре но ушло чуть больше 100 грамм пряжи и так в этом видео уроке мы сначала свяжем идеальный круг полустолбиками с накидом по спирали затем мы свяжем околышек столбиками без накида создадим форму так скажем берета и потом свяжем вот эту вот полосочку кашпен который можно будет варьировать фасон берета загнув ее вовнутрь или расправив наружу итак начинаем вне зависимости от того какой пряжи вы вяжете всегда делаем одинаково делаем скользящую петельку нить складываем так чтобы длинная ниточка была сверху короткая снизу вставляем крючок вытаскиваем длинную нить и провязываем воздушную теперь при вязании полустолбиками с накидом мы делаем 8 полустолбиков в это кольцо 1 2 3 4 5 6 7 8 затягиваем короткой нитью петельку и продолжаем вязать продолжаем вязать следующий ряд сразу без соединительного столбика то есть самый первый провязанными столбик вяжем новый столбик в данном случае мы вяжем полустолбики с накидом и туда же второй столбик то есть этот ряд у нас будет состоять из прибавок два столбика провязанные в одну петлю над следующим столбиком тоже вяжем два столбика над следующим два и так целый ряд предлагаю новичка самый первый над самой первой парой столбиков поставить маркер в один столбик у меня маркер входит из другого выходит вот я два этих столбика пометила довязываю ряд дохожу вот до этого маркера по два столбика каждую петлю при вязании ряда этого полустолбиками с накидом у нас получается 16 полустолбиков в этом ряду следующий ряд тоже начинаем с двух столбиков в одну петлю то есть следующую петлю провязываем два столбика а в следующую один опять над первыми двумя столбиками поставлю маркер для новичков чтобы вы не потеряли начало ряда и вы точно также ставьте следующую петельку опять два столбика в следующую один и так провязываем опять целый круг два столбика один два один и заканчиваем этот ряд тоже в предпоследнюю петельку вяжем два столбика я провязала и в последнюю один получается вот такой блинчик по спирали и так этот ряд мы провязывали что между прибавочками было по одному столбику то есть через один столбик мы вязали прибавку следующий ряд у нас будет через два столбика вязаться прибавка мы находим первую при бабочку провязанного ряда вот она отмечена у меня первый столбик и второй и мы не хотим над ней провязать новую прибавку этого ряда поэтому мы делаем ее со сдвигом чуть-чуть заранее вот сейчас я сделаю ее в предыдущую петельку то есть в эту петлю у меня сейчас провязан один столбик а я туда уже провязываю второй это будет первая при бабочка нового ряда вот первый столбик и вот второй отметила первая при бабочка нового ряда и как я уже сказала в этом ряду у нас будет два одиноких столбика потом при бабочка два одиноких при бабочка так и провязываем целый ряд два одиноких следующую при бабочка то есть два столбика в одну петлю опять два одиноких следующую два столбика так туда ткнула два столбика в одну петлю и так провязываем целый ряд вот закончила я вязание этого ряда провязав два одиноких столбика в конце ряда начинаем следующий ряд следующем ряду у нас будет три одиноких столбика между при бабочками но опять же при бабочку мы смещаем сторону опять же можно ее сделать в предыдущую петельку то есть туда же куда мы только что провязали последний столбик вяжем еще один вот она новая при бабочка не всегда мы будем делать соседний столбик просто здесь у нас пока что небольшое расстояние между соседними при бабочками поэтому мы делаем вот переносим при бабочку в соседнюю петельку и так вот эта новая прибавка уже этого ряда и теперь три одиноких столбика вяжем следующую петельку два столбика в одну петлю потом опять три одиноких и в четвертую два столбика и так в этом ряду получается у нас через три столбика новая прибавка и так целый ряд вот что мы уже сделали в этом пятом ряду вяжем при бабочку через три столбика одиноких когда закончим в шестом ряду можете так себе писать кто боится перепутать следующем ряду у нас будет при бабочка через четыре столбика и так целый ряд и так дальше 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 пока вы хотите вязать вот этот блинчик единственное условие переносим начало ряда первую при бабочку чуть-чуть вправо относительно первой при бабочки предыдущего ряда то есть вот например первая при бабочка этого ряда у меня вот здесь я когда провяжу круг то я первую при бабочку следующего ряда сделала бы отступив какое-то место от вот этой при бабочки предыдущего ряда примерно отступить половину расстояния между соседними прибавками то есть вот так у меня например прибавки соседние примерно вот такое расстояние здесь я отступлю и сделаю первую при бабочку нового ряда и перенесу в нее маркер надеюсь вот это понятно и тогда у вас круг будет вязаться ровненький по краю не волнистый и так для того чтобы связать берет нам нужно связать круг равный по диаметру обхват головы делить на 2 но я вычитаю еще один сантиметрик то есть моем случае 56 делить на 2 28 я вычитаю 1 сантиметр получается 27 вот такой круг я вижу после того как закончим вязать вот этот диаметр нужно провязать еще пару рядов без прибавок то есть сейчас следующий момент я вам покажу уже круг в котором эти ряды провязаны и провязана еще два ряда без всяких прибавок и вы вяжете точно также и так продолжаю вам рассказывать про берет уже вот на этом своем реальном берете как я сказала после того как я закончила вязать круг со всеми прибавками я провязала еще два ряда без прибавок просто прямые ряды и вот таким образом загнулась у меня тарелочка дальше нам нужно распределить по всей окружности этого берета 12 маркеров то есть все количество петель которые у вас есть поделить на 12 и вы узнаете какую по счету петельку отмечать переходим на вязание столбиками без накида и будем делать 12 убавок в ряду через ряд до этого я вязала полустолбиками с накидом сейчас буду вязать столбиками без накида и сразу например можно начать с убавочки убавочка вяжется так вставляем крючок вытаскиваем в следующую петельку вставляем крючок вытаскиваем нить потуже чтобы не было растянутых петель и провязываем все три петли за раз вот убавочка дальше все петли провязываем можно подтянуть чтобы не было тут тоже дырочки все петли провязываем столбиками без накида в убавочку вставляем маркер чтобы не потерять старичкам можно не ставить они и так не потеряют довязываем до следующего маркера и опять делаем убавочку и дальше вяжем столбиками без накида единственное на уровне начала ряда где мы первую бабочку сейчас сделали поставить еще какой-нибудь маркер например ниточкой чтобы было понятно что это начало ряда ну или все маркеры одинаковые а вот этот первый отличаются пускай от других то есть мы сейчас проходим целый круг делая убавочки на маркерах когда дойдем до начала ряда после него начнем делать целый круг без убавок дойдем до начала ряда следующий круг целый уже опять с такими же убавочками и когда вы вяжете ряд без убавок новички вы вот этот маркер переносите на петельку выше чтобы вы знали места где вы будете делать убавки убавки у нас будут над убавками строго предыдущих рядов и вот таким образом провязываем столбиками без накида и делая убавки через ряд мы закрываем берет до того момента пока вот этот внутренний внутренняя окружность не будет равна окружности головы особенно не натягивая и так здесь я тоже вот провязала 9 рядов столбиками без накида и сейчас нужно связать околышек наверное это называется 5 рядов у меня здесь провязано например как его вязать это тоже столбики без накида провязываем ряды без всяких убавок и провязываем за заднюю полупетлю то есть полотно получается более тонкое в этом месте ну а нам не нужно чтобы оно стояло здесь колом тонкое и мягкое чтобы оно легко задвигалось внутрь то есть вот таким образом опять по спирали мы проходимся а в конце этого околышка нужно сделать вот такую соединительную петельку которая сведет ряд на нет но я надеюсь что у вас тоже получился такой замечательный берет и вы будете его носить будете хорошенькой стильной женщиной или девушкой спасибо за внимание оставайтесь с мамочкиным каналом пока 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 пока